МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время спорта» на телеканале «Самара ГИС». Меня зовут Максим Магомедов, и сегодня я расскажу вам про удивительную игру, о которой слышал каждый, но не все знают, как в нее играть. Спортивный снаряд здесь имеет форму дыни, его можно брать руками, а бить нужно не поворотом, а выше них. Присаживайтесь поудобнее, сегодня речь пойдет про регби. Даты появления этой игры принято считать 1823 год, но тогда у нее не было четко сформулированных правил. Окончательный облик регби обрел только спустя почти 50 лет, когда был создан первый союз регби, и состоялись состязания между Англией и Шотландией. Разобраться в современных правилах этой игры мне поможет капитан сборной команды Самарской области по регби Роман Ксенофонтов. Роман, здравствуйте! Здравствуйте! Вот такая погода на самом деле сегодня неблагоприятная, а в регби играют в дождь? В регби играют только в дождь. Регби – это английская игра, а там, как все мы знаем, очень частые дожди. Поэтому играть в дождь в Англии – это классика, можно так сказать. Вот расскажите ваш путь, как вообще пришли в этот спорт и почему регби? Я люблю все такое экзотичное. Я занимался в детстве, до пятого класса, проживал в другом городе, на Дальнем Востоке, занимался хоккейом с мячом. Когда мы с родителями переехали в город Самару, у моего отца был друг, он и есть, конечно же. Он директор спортивного лагеря, посоветовал секцию регби. Говорит, попробуй, интересно. Начал заниматься, понравилось, съездил на первые соревнования. Товарищи по команде меня, можно сказать, мотивировали, похвалили. У тебя здорово получается, и все. И так я уже в регби 15 лет. Сколько человек играет на поле в регби, и кто из них самый важный игрок? В регби важен каждый член команды. Если как-то он отключится от игры, сразу же картина игры изменится. И существует на самом деле несколько равновидностей нашего вида спорта. Это классическое регби, регби 15. В нем играют две команды, по 15 человек в каждой. Играют два тайма, по 40 минут. Вторая разновидность регби, общемировое, так скажем, это регби 7. Играет также на обычной поляне. Это две команды, по 7 человек. Играет два тайма, по 7 минут. Как оказалось, у регби существует еще больше вариантов. Можно играть в пляжную версию, зимнюю и даже подводную. Мы играем во все, во все, всегда. Потому что это наша, так скажем, неотъемлемая часть. Я думаю, сейчас каждому, если игроку подойти, они скажут, что регби – это моя жизнь. Есть ли какие-то спортивные достижения у команды Самарской области по регби? Да, несомненно, успехи есть. Мы в классическом регби федеральной лиге занимали призовые места. В Липецке один из крайних туров. То есть это в прошлом году мы заняли третье место. Это высшая лига, вторая по силе лига по регби 7. Также мы являемся чемпионами России по пляжному регби, обладатели кубка по снежному регби, по пляжному регби. Заслуги имеются, работаем. То есть, ну, как бы вариаций много и во всех успеваете? Да. Суть игры заключается в том, чтобы игрок, атакующий команды, занес мяч в зачетное поле соперника. За это начисляется пять очков. После чего у спортсмена появляется возможность ударить выше Н-образных ворот с линии реализации. За успешную реализацию команде дают еще два очка. Куда нужно занести мяч? Какая есть линия реализации? Откуда нужно бить и как попасть в эти ворота? У нас есть зачетное поле. Оно находится на двух концах половин. Зачетное поле. Вот у нас линия, линия ворот. Линия, на которых стоят наши Н-образные ворота. Соответственно, по всей поляне представим воображаемую линию и окончание нашего поля. Все. Дальше уже поле заканчивается. Это линия мертвого мяча есть. То есть мы должны занести мяч вот за эту линию? Да. Мы должны занести, набрать пять очков посредством попытки. Попытка – это когда мы мяч приземляем в зачетное поле соперника. А его туда закинуть можно? Нет. Или надо прям руками? Обязательно. Обязательно руками и обязательно заземлить. То есть вот это – это будет игра вперед. Понятно. Так, дальше что? Вот мы занесли, его сюда положили. Занесли попытку. У нас есть точка, куда мы занесли мяч. Теперь представляем воображаемую линию на другую половину, которая находится параллельно линии аута. И с каждой точки этой линии мы можем пробить реализацию ворота. То есть получается вот по этой линии, куда бы я ни отошел, вот так вот просто прямо иду, да? Да. И бью в поворот. Все правильно, все верно. После того, как я понял правила игры, можно приступить к тренировке. Любой вид спорта требует обязательной разминки. Регби – не исключение. Поэтому, чтобы эффективно провести тренировку и не получить травмы, нужно хорошенько разогреть мышцы. Наша тренировка начинается с пробежки в легком темпе. Затем разминка, линейная разминка. Соответственно, уже потом начинаем работать. Что нужно делать? Рассказывайте, показывайте. Так, ну будем идти сверху вниз. Разминаем сначала шею. Все. Разминка закончена. Я попросил Романа показать, как правильно выполняется захват и что нужно делать с мячом после того, как ты оказался на земле. Мяч для регби. Держим его в двух руках. Встаем боком друг к другу и передаем пас. Мы передаем его от бедра к партнеру. Обязательно руки протягиваем. Дальше здесь отдаем передачу. Да, еще важный элемент в регби – отдавать мяч, когда партнер его попросит. Как можно попросить его? Дай. Дай. Я отдал. Дай. Хорошо. А может быть такое, что вот как-то его там подкрутить, да, что-то такое, какие-то интересные финты. В регби 7 расстояние между людьми намного больше, чем в регби 15, потому что 7 человек и 15. Соответственно, когда люди находятся, играют в регби 7, они находятся на больших расстояниях и отдавать мяч тяжелее, если не крутить. Если его подкручивать, то мяч полетит намного дальше. А вот что за такие классные щиты красные? Почему они лежат и зачем они нужны? Так, ну они лежат, потому что мы их сюда положили. Значит, возьмите мяч, Максим, да. Данная подушка предназначена для отработки входов. То есть для того, чтобы, опять же, минимизировать наши травмы на тренировках, в тренировочном процессе применяются подушки. подушка, она имитирует игрока. Давай попробуем. Да, отлично, отлично. Видишь, хорошо получается. Так, а вот если меня противник захватил, то что нужно с этим делать? Игрокам твоей команды нужно защитить мяч. Нужно поставить рак. Допустим, это игрок. Вот так вот. Это будет игрок. Он с мячом упал. Я играю за товарища по команде. Я первый приходящий к нему и оставлю рак. То есть я защищаю наш мяч от команды соперников. А, то есть с собой закрываешь его. Можно и так сказать, да. Когда вы владели мячом, вас захватили, вам нужно максимально быстро отпустить на земле мяч. Я соперник. Это человек с мячом бежал. Я прихожу к нему, беру мяч. Если он не отпустил вовремя руки от мяча, я не могу его взять, не могу им играть. Это штрафное, это игра на земле. Если же он отпустил, я могу играть мячом, забрать и атаковать. Регби честная игра. Ее надо играть честно. Двигайтесь на меня. Я должен захватить вас таким образом, чтобы не повредить ни вас, ни себя. Захват делается плечом. Захват делается в ноги. В регби можно захватывать до уровня плеч, выше уровня плеч. Это опасная игра, это будет штрафной. Как только мы упали на землю, вы должны отпустить мяч, я должен отпустить вас и сразу же сделать релиз так называемый, то есть откатиться, не мешать доступа к мячу. Итак, вы двигайтесь на меня, я вас захватываю и валю на землю. Я мяч выкинул. Вот это нельзя этого делать. Спасибо. Мяч нужно держать всегда, потому что это будет игра вперед, если у вас мяч выронится вперед. Я бегу оттуда, я падаю и предоставляю мяч сюда. То есть нужно вытянуться буквой Г и мяч предоставить своим товарищам по команде. Чтобы они подобрали и продолжили ожидать. Чтобы они подобрали, да, либо поставили рак, либо подобрали и играли дальше. Ну, допустим, вот я занес мяч за линию, вот отсюда хочу ударить. Как это нужно делать? Мяч перед собой. Таким образом можно на вытянутых руках, можно нет. И как только мяч опускается на землю, касается земли, мы его пинаем. Это очень просто. Вот у нас ворота, вот я и вот реализация. Попал. Давайте еще раз попробуем. Ну, да, попал. Соревноваться в ударах поворотом, тем более таким мячом, мне будет сложно. Но я решил, что смогу посоперничать с профессионалом в скорости. Роман, я предлагаю такой челлендж. Мы бежим от этой линии до линии зачетного поля. И кто из нас быстрее сделает три попытки, тот и победил в челлендже. Хороший челлендж, да. Поддерживаю. Тогда у нас мяч будет на земле. Да. На счет раз-два-три. Начинаем. Я понимаю, что над скоростью и техникой бега мне еще нужно поработать. Но спасибо большое, что приняли мой челлендж. Мне было приятно проиграть. Мне было приятно выиграть. Регби – очень энергозатратная игра. Спортсменам необходимо постоянно быть в движении, преодолевать большие расстояния бегом и прорываться сквозь защиту соперника. Поэтому правильное питание в этом виде спорта играет большую роль. Для того, чтобы было много сил и много энергии, нужно питаться правильно. Нужно питаться минимум пять раз в день небольшими порциями. Употреблять много углеводов, белков, полезных жиров, отказаться от газировок, от всевозможных вредных привычек. Регби – это спорт, который доступен для всех. Прийти можно в любом возрасте. Детей в спортивные школы принимают с девяти лет. Для взрослых существуют любительские команды. В регби найдется место каждому с любой комплекцией и ростом. Куда пойти заниматься, узнаем у главного тренера спортивных сборных команд Самарской области по регби Максима Саврасова. Сейчас у нас открыто отделение в спортивной школе Олимпийского резерва номер один, где тренируются наши подрастающие поколения. Тренировки проходят на стадионе «Локомотив» по адресу Агибалова, 7А. Также есть секция на стадионе «Салют» – это мехзавод. Также мы имеем небольшие секции в школах Южного города, в Волгаре и в ряде школ Железнодорожного Красноглинского района. Вид спорта универсальный, в него могут играть все, и он развивает все – и командный дух, и силу, и скорость, и выносливость, и координацию на раннем этапе. Поэтому этот вид спорта подойдет всем. О значимых спортивных событиях региона расскажем в нашем традиционном дайджесте. Волейбольная «Нова» стала чемпионом России среди команд высшей лиги А. В суперфинале серия матчей с Челябинским «Динамо» проводилась до трех побед одной из команд. Первые два матча прошли на выезде, где волжане дважды с одинаковым счетом 3-1 обыграли хозяев площадки. Третий, решающий матч, прошел в Новокуйбышевске. «Нова» завоевала золотые медали и путевку в Суперлигу – элитный дивизион российского волейбола. Крылья советов проиграли «Химкам» со счетом 1-4. Причем соперник забил в ворота самарцев только три гола. Четвертый на 89-й минуте в свои ворота закатил Солдатенков. Баскетбольная команда «Самара» уступила «Уралмашу» в третьем матче полуфинальной серии Суперлиги-1. Итог встречи 76-96. «Самара» выбывает из борьбы за золото. На этом наш выпуск завершен. Любите спорт, занимайтесь спортом и всего вам доброго!